Многие брещане, привыкшие, что зима должна быть морозной, с нетерпением ждали наступления холодов. Ведь для них это пора приятного времяпровождения, возможность прокатиться на лыжах, санках и коньках, а детей в это время и вовсе домой не загнать. Но невзирая на все красоты и плюсы зимы, она порой может оказаться весьма коварной. Об этом сообщают и сотрудники МЧС, ведь именно к ним часто обращаются пострадавшие. Есть случаи обморожения людей при такой температуре. Два таких факта, когда люди получили значительное обморожение кистей рук и ног. И, конечно, я же хотел бы брещанам предупредить и сказать, что необходимо сделать. Во-первых, это одеваться в просторную, теплую одежду, не стесненную, потому что воздух удерживает тепло. Второе, конечно, обувь не должна быть стесненная, а должна быть просторная, теплая. Задуматься стоит и о питании, ведь голодный человек замерзает быстрее. Соблюдая эти простые, но эффективные правила, удастся не просто сохранить здоровье, но и получить настоящее удовольствие от зимних морозов. Об этом говорят и сами горожане. Внук у меня маленький, мы ведем активный образ жизни. С ним пока погуляешь, то, конечно, я иду, мне жарко постоянно. Потому что мы 4,5 года, и, конечно, снег. Он очень говорит, спасибо деду морозу, что снег, он насыпал снег. Так что мерзнуть нам как-то некогда. Как боретесь с морозом, как греетесь, согреваетесь? Вот зима была, минус 20, что делали? Дома сидели. Дома сидели, чай пили, пироги готовили. Ну, все-таки приходилось наверняка выходить на улицу, что надо делать? Что надо делать? Одеваться прежде всего тепло. Одеваться послойно, как капуста. Однозначно не употреблять алкоголь, потому что еще больше замерзаешь. Какая бы погода ни была на улице, самое главное, чтобы тепло и уютно было дома. К сожалению, некоторые жители нашего города замерзают, находясь в собственном жилье. Причина весьма банальна – вовремя не отремонтированные трубы. На этот случай есть хорошая поговорка – готовь сани с лета. И она в данном случае как никогда актуальна.